Как печь? Работает все исправно? Проверено? Проверяю сама для себя, милая. Софья Ивановна к гостям в форме привыкла. За 35 лет, которые она живет в доме, они приходят постоянно. Нынешний экзамен по противопожарной безопасности сдала на хорошо. Печь исправна, притопочный лист на месте, проводка заменена. Как говорит Софья Ивановна, на печи родилась и как ухаживать за ней знает. И стопила так, вот хорошо, тепло, а вчера русскую топила. И все вроде бы хорошо, но вот по правилам хранить газовый баллон дома нельзя. Только на улице в специальном металлическом контейнере. На первый раз предупреждение, а вот если баллон по-прежнему останется в доме, Софья Ивановна ждет штраф от одной до четырех тысяч рублей. Дом по соседству сразу чувствуется, за этой печкой ухаживают не так тщательно. Вот эти, видите, у вас уже трещины начнут, я повторюсь, просто вот их нужно будет как-то посмотреть, замазывать, либо печника вызывать. Лучше я советую вызвать печника. Печник есть. Да, чтобы он все посмотрел, не разрушается ли у вас печь. Потому что это очень опасно. Ну я понимаю. Соглашаются с инспекторами, встречают проверяющих дружелюбно не во всех домах. Часто приходится разговаривать с хозяевами через запертую дверь. Такое негостеприимство очень опрометчиво. Задача инспекторов не выписать штраф, а предупредить возможный пожар, который может привести к трагедии. Так, с начала года в Череповце в огне погибли 8 человек, более 20 пострадали. По сравнению с прошлым годом цифры выросли почти в два раза. Основная причина которых является это неосторожное обращение с огнем при эксплуатации неправильной электронагревательных приборов, электроустановок. А также печного отопления. Поэтому так важна профилактическая работа. Инспекторы сегодня ходили не только по домам, но и по автобусам. В общественном транспорте расклеивают специальные листовки, раздают брошюры. На очереди работа в детских садах и школах. Памятка говорится для информации для жителей города Череповца и для гостей. О основных требованиях, правилах пожарной безопасности. И о вызовах телефонов при экстренных службах. Например, со стационарных телефонов мы все знаем, что звонить 0-1, а с мобильных часто теряются. Так вот, обязательно, когда люди поедут в автобусах, чтобы обращали внимание. Отопительный сезон только начался, а также как и работа по безопасности. В следующую среду инспекторы снова пойдут по домам. Продолжение следует...